Здравствуйте, в эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. С 15 апреля по 30 мая будет идти голосование за выбор общественных территорий, так как голосование в самом разгаре, предлагаю всем присоединиться к нему активно, а что за территории в этот раз выставлены, мы узнаем у министра ЖКХ области Алексея Алексеевича Тарасова. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день. Да, действительно, вы правильно сказали, уже началась активная фаза голосования, то есть тот момент, когда жители имеют возможность своим участием выбрать именно ту территорию в муниципальном образовании, которая будет подлежать благоустройству в 2023 году. А территорию предлагали сами граждане? У нас механизм какой? У нас в 2018 году была проведена сплошная инвентаризация всех общественных пространств на территории Амурской области, составлен реестр, занесен в государственную информационную систему, в ГИС ЖКХ от реестра, из этого реестра берутся территории, вот, к примеру, в этом году 36 территорий подлежит вынесена на суд, скажем, граждан. То есть в любом случае их все придется благоустроить? Рано или поздно, они вот благоустроены все, да. А какую в первоочередном порядке благоустроят, именно выбирают граждане. Вот 11 муниципальных образований у нас в этом году являются участниками данного процесса голосования. Вот из 36 территорий в 11 муниципалитетах жители должны выбрать 11. И они в 2023 году, эти территории будут благоустроены согласно дизайн проекта, который будет разработан, в том числе согласован с жителями. Действительно большая работа, а как вообще выбираются изначально эти территории, которые вы выставляете? Даже 36 там выбрать, я полагаю, не так просто, как кажется. Ну, вообще берут территории по, скажем, по местоположению, по востребованности, тем более граждане до того, ведь инвентаризация, она же не просто проводилась огульно, она проводилась путем опроса граждан, изучалось общественное мнение, где большинство граждан желают и в каком виде, скажем, благоустроить свою территорию. Потом на основании этого создавался реестр территории, включались в примерный план мероприятий. Вот я говорю, на 2022 год для голосования, для благоустройства в 2023 году было выбрано 36 территорий. Я так понимаю, что все равно многое зависит здесь от граждан, вот где они предпочитают проводить время, какие-то территории, которые потенциально могут понадобиться как можно большему количеству людей, вот те и выбираются, да? Абсолютно верно. Вообще, это более изъявление граждан. Это вот именно от участия, от активности, инициативы будет зависеть, какая территория будет выбрана и какие виды благоустройства будут сделаны. Потому что я еще что сказал, на стадии составления дизайн-проекта, проектирования, выполнения работ, общественное мнение учитывается абсолютно во всех процессах. Как при формировании плана, так сейчас и при формировании плана на очередной период, и в дальнейшем на определение формы благоустройства. То есть, либо эти жители хотят на этом месте видеть спортивную площадку, какую-то благоустроенную, либо зону отдыха какую-то, либо детскую площадку. Это все от фантазии наших граждан, и от их желания зависит. Потому что жители в обязательном порядке должны принять активнейшее участие именно в голосовании, чтобы именно та территория попала, которая на сегодня наиболее востребована. А как они могут отдать свой голос? Как это осуществляется сейчас? Да, голосование. Уже второй год мы проводим в онлайн-режиме голосования. Это, в общем-то, упрощает процедуру как и для жителей, так и нам. Мы уходим от этих бумажных бюллетеней, подсчетов. То есть, различных способов, когда граждане, вот мы голосовали за ту территорию, нам кажется, там победила, она незаконна. Сейчас онлайн-голосование, здесь абсолютно все прозрачно, все открыто. Граждане могут на госуслугах 28 горсреда зайти на сайт 28 горсреда, потом перейти в госуслуги и на госуслугах выбрать территорию, на которой они проживают, и выбрать ту общественную территорию из предложенных в данном муниципальном образовании, за которую они отдают свое предпочтение в благоустройстве на 2023 год. Голосовать они могут по территориальному принципу, только за свои территории? Да, за свою территорию. Если вы проживаете в городе Благовещенске, конечно, но это, наверное, и целесообразно. Вы, естественно, отдадите свой голос за ту территорию, которая, на ваш взгляд, более в короткие сроки должна быть благоустроена. Плюс к тому же есть еще волонтеры на территориях, которые, в общем-то, скажем, пожилой категории граждан, граждан те, которые, может, в какой-то сложности работы с гаджетами, помогают волонтеры и именно объясняют порядок голосования. Процедура не сложная, скажу честно, потому что министерство ЖКХ, наверное, в числе первых, кто, в общем-то, зашел и проголосовал, чтобы на личном примере показать, насколько это необходимо и насколько это просто и несложно. Действительно, это очень простая процедура голосования. Потом рекомендуем всем жителям все-таки зайти, проголосовать, чтобы потом ни на кого не обижаться, что вот почему рядом с нами не благоустроили, либо выбрали не то и не тот дизайн-проект применили, который бы мы хотели. Поэтому просьба активизироваться, потому что на сегодня 11,7 тысяч всего проголосовало. Это не сказать, что мало, это больше, чем в прошлом году, активность, она заметна. Но, к сожалению, город Благовещенск почему-то не активно, жители голосуют. Мы надеялись, что наоборот. Циолковский, они молодцы. Циолковский, Свободный, Райчихинск, то есть там очень активные жители. Понятно, что больше вовлечены в процесс благоустройства. К сожалению, город Благовещенск, Заветинск, там немного отстают эти территории. У нас просьба, в том числе и город Белогорск, просьба активизироваться, жители, потому что от вашего решения зависит, насколько благоустроенный, какой облик будет вашей любимой территории, на которой вы проживаете. Ну, действительно, уже два года голосуют. Я надеюсь, что дальше будет привыкать еще больше к этому процессу. Ко всему надо привыкнуть. Что касается голосования, можно за одну территорию проголосовать? Да, только за одну территорию. Только за одну территорию, ну, в своем муниципальном образовании. Хотя члены семьи, к примеру, мы же понимаем, что мнения могут быть разные. Потому, грубо говоря, супруг может проголосовать за одну территорию, а супруга за другую, если они не сойдутся, не будет единодушия в принятии решения. Самое главное, какие средства будут выделены на все это, то есть мы о каких суммах вообще ведем речь? На 2013 год у нас запланировано 215,6 территорий на 11 территорий. То есть 215 миллионов, ну, 215 миллионов 600 тысяч рублей на благоустройство, да, 11 территорий. Это хватает вполне комфортно, то есть большой объем мероприятий выполнить на этих территориях. Ну, мы помним, по примеру, все, наверное, помнят детскую площадку на набережной города Благовечества в рамках этого проекта сделано. Белогорск, там Райчихинск, очень хорошая зона отдыха сделана в прошлом году и с велотреком. По-свободному парк Победы в прошлом году, Циолковский, Сковородино, ну, все территории, набережная от Инда, к примеру, Заветинск, они очень неплохая у них территория, получается, встанавливая Заветинск. Они выбрали решение ежегодно, то есть поэтапно благоустраивает одну и ту же территорию, то есть с учетом того, что Заветинск небольшой поселок, они центральную, центральную, так сказать, часть города, да, именно поэтапно, вот уже в течение, там, четырех этапов, и далее они планируют в течение двух лет завершить полностью комплекс мероприятий. То есть Райчихинск, Центральный парк таким же образом. Но не один населенный пункт, кстати, выбрал эту методику работы, да, когда по кусочкам просто благоустраивается большая пространство. Конечно, потому что мы понимаем, ну, грубо говоря, два с половиной миллиона, не хватит сделать все и сразу, да. То есть за четыре года это десять миллионов, это достаточно для того, чтобы сделать комфортной определенную территорию. Вот в Благовещенск, к примеру, Ключ Буяновский в прошлом году, да, то есть очень хорошая территория, вода, точка притяжения, благоустроили, но они ее будут продолжать, в том числе и по муниципальным программам дальше благоустроить эту территорию. Потому что она очень востребована жителями, так что тут все в руках, в наших руках, как говорится. От нашей активности зависит результат нашего труда. Да, сейчас действительно важно быть активными, но что будет с этой программой дальше? Есть уже представление, понимаете, сколько она еще будет длиться? Я думаю, программа будет продолжена. Вообще до 2024 года это национальный проект формирования комфортной городской среды. И мы видим, насколько он сегодня востребован жителями, какая большая отдача, какие хорошие отзывы мы получаем от граждан после благоустройства территории. Я думаю, он и в дальнейшем будет продлен. Вообще сейчас до 2024 года. Но в целом у нас же на сегодня не только программа информирования комфортной городской среды, скажем так, ограниченные мероприятия по благоустройству. В этом году больше миллиарда тратится в целом по области финансовых средств на благоустройство территории. Это большие деньги. Это и по иным мероприятиям. Это программа «Тысяча дворового», о которой мы все наслышаны. Это наши субъектовые программы по благоустройству административного центра. Это у нас программа стимулирования граждан в участии в процессе благоустройства. То есть Белогорск у нас был пилотом. Ну и различные программы, в том числе и муниципальные, которые именно направлены на создание комфортных условий. Потому что мы понимаем, что среда формирует и культуру в дальнейшем, и вообще формирует личность. Алексей Алексеевич, действительно, ты живешь в городе, не всегда замечают люди вот эти изменения, живя в городе. Вроде что-то где-то меняется, но не совсем понятно. Потому что эти изменения все в наших глазах происходят. А вот как вы себе рисуете, когда мы уже будем выходить на улицу и понимать, ну все, ну уже все красиво, все комфортно, все замечательно. Есть понимание правительства? Мы понимаем. Да нет, конечно. Совершенству нет предела. Потому что мы делаем одно, ну мы же помним, когда-то, скажем, закапывали покрышки во дворах, оказалось, это очень красиво, красили, делали. Ну, понимаем, что мы этот момент пережили. Это тоже будет устаревать. Это будет устаревать, конечно. Все, технологии меняются, требования меняются, культура меняется. Потому, естественно, есть такие фундаментальные вещи, которые они будут неизменны. Да, скажем, вот сделали мы красивую монументальную набережную. Да, она востребована, понятно. Единственное, она будет в дальнейшем тоже появляются новые архитекторы, новые видения. То есть прогресс не стоит на месте. И желанием человека нет предела. Да, и многое зависит от нашего отношения, к этой красоте, которая создается. И от творчества, понимаете, когда жители начинают вовлекаться в этот процесс, у них все, у них рождаются идеи, мы идем поэтапно дальше, дальше. Вот самое главное, что вы добили, мы вот эту апатию в обществе, наверное, преодолели. Когда было всем все равно, вышли вот эта серость, и мы в ней живем. То есть мы сегодня понимаем, что серость это не наш образ жизни, да, не наша среда. Нам надо краски, нам надо красота, нам нужен красивый облик города, городов, территорий. И в целом, да, и в целом области. Алексей Алексеевич, спасибо вам за такое воодушевляющее интервью. Действительно хочется увидеть поскорее, как будет преображаться наша общественная территория. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня с гостях был Алексей Тарасов, министр ЖКХ Амурской области. Вы смотрели «В центре». Большое внимание, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова